Если меня хорошо слышно или вообще слышно, поставьте, пожалуйста, плюсы, пока изображения не должно быть, его и не будет, но в скором времени мы включим, как и в прямом эфире, камеру, показывающую десктоп, все мониторы, что-то не блумберг, вид с окна и все остальное. А пока, так как это у нас рабочий вебинар, на нем мы обсуждаем графики события, видеть меня или окружение, наверное, не столь важно, но мы со временем улучшим дизайн, интерфьер или как угодно, называйте. Итак, я представлюсь, я Фред, а сегодня очень много у нас участников, поэтому особенно нужно представиться, я управляющий активами, торгую на американских биржах, большей частью это опционы, это даже не просто опционы, а опционные стратегии, сложные, достаточно сложные, наверное, вроде бы они мне понятны, но когда я пытаюсь кому-то объяснить, то ни разу не удавалось с первого раза показать, что было доступно. Торгую я на клиентские деньги и делаю это очень-очень давно, я на рынке уже 18 лет со времен российского кризиса, с августа 98 года, ну как минимум август я помню, может даже это раньше было, май-апрель был, но вот август я помню, правда я тогда демщиком был, торговал на виртуальном счету, даже в конкурсе участвовал в российском, ну вот по крайней мере на памяти именно вот этот, вот год. Скажу даже больше, я в интернет зашел позже, чем узнал о рынках, то есть сначала меня интересовали рынки, а потом я узнал, что без интернета туда не попасть, и пришел в ближайший интернет-кафе и попросил объяснить мне, что такое интернет, имейл, чем они отличаются. Вот так началась моя жизнь студенческая еще и продвижение в сторону рынков. С чем я торгую, я сказал, кто я сказал, ну иногда, когда мне скучно и грустно, а последние 5 лет, ну не последние, с 11 до 15, 16, я жил в Испании, было очень скучно, не с кем было общаться, и вот я теперь восполняю дефицит общения, мне интересно учить, рассказывать, выступать, я и модератор на конференциях, и ведущий тренингов, и реальных курсов, все это очень интересно. Так как ни на кого я не работаю, а являюсь индивидуальным трейдером. Перейдем к организатору этого вебинара, организатор вебинара, Адмирал Маркетс, как тут нажать кнопку передвинуть, а вот, я представился, Адмирал Маркетс, вот вы видите офис в Лондоне и в Таллине, ну за Таллине я точно скажу, что огромный-огромный этаж целый занятый, то не хватает. Для сотрудников сотни людей работают, предупреждение о рисках обязательно, регуляторы требуют, вы должны понимать, что маржинальная торговля это риски. И, наконец, уже там данные, звоните, спрашивайте, достаточно оперативно отвечают на вопросы. А что касается тем, которые мы хотели бы разобрать, сегодня есть новые люди у нас, возможно, они знают, у них есть какие-то идеи для разбора по четвергам. Мы уже начали работать над этой темой в следующий четверг, в этот четверг, извиняюсь, у нас будет вебинар по парному трейдингу. Это не новость, уже был у нас такой вебинар, очень большим успехом пользовался, мы записали даже курс, люди захотели учиться, потому что после этого вебинара у нас будет трехдневный курс. Я пока могу объявить только то, что в этот четверг у нас будет вебинар, посвященный торговле, парный трейдинг, я думаю, что если есть какие-то на спот рынки, ну мы не говорим об акционах, на спот рынке есть какие-то работающие идеи, то одна из них однозначно, даже может быть в топ-3 бы я ее распределил, это парный трейдинг, торговля парным трейдингом, то есть практически арбитраж, без пяти минут арбитраж. Окей, тогда давайте дальше продвинемся, я опять же у меня есть картинки, да, я готовлю каждому вторнику какие-то картинки, где очевидно, явно видны какие-то дисбалансы, тренды, то, что у нас на графиках не высвечивается, то, что мы не можем заметить сами в платформах, с каких-то разных источников я собираю всякие интересные графики, показывающие корреляции или что-то другое, чтобы у нас, да, я сразу скажу, цель нашего вебинара не столько давать какие-то рекомендации, я даже скажу больше не давать никаких рекомендаций, цель нашего вебинара показать людям какую-то другую сторону рынка, больше разжевать ту информацию, которая поступает на рынке, мы разные источники читаем, даже в жизни мы читаем и смотрим разные каналы, и поэтому имеем разное мнение, даже в пределах одной страны, даже в пределах одного города, а что же говорить о рынке, где не только политика, там еще и экономика, там еще и движение рынков, и поэтому у трейдеров могут быть разные понимания, разная виденная ситуация. Так вот, этот вебинар, он почему-то, почему называется фундаментальный анализ, обзор текущей ситуации, он посвящен тому, чтобы трейдеры могли видеть какую-то более-менее такую мейнстримовскую точку зрения и какие-то альтернативные, сравнивать, сопоставлять, понимать, размышлять, ну и в общем слушать, допустим, немножечко более опытного трейдера, может быть у него есть какие-то идеи. Более того, я уже месяц или два тому назад предложил вам всем тоже активно участвовать, не просто слушать, пишите, бомбите чат, активно обсуждайте свои мнения, выдвигайте, я даже больше готов слушать эти мнения, потому что тоже сижу один, ни с кем особо из трейдеров, редко бывает, чтобы так активно общался. У нас есть правда чат, кстати, для тех, кто только зашел, если вы хотите участвовать в каком-то чате, там пока не очень много людей, но вот видите, раз там, те, кто в чате не даст соврать, раз там в 2-3 дня точно какие-то бывают вопросы, вот сегодня Андрей у нас участник задавал вопрос, в прошлый раз Владимир задавал вопрос, кто может помогает, или я иногда бросаю какие-то темы. Для этого нужно всего лишь вот так вот мне в скайп добавиться, там страна должна быть вот такая, и нарисован медведь, ну не медведь, даже плюшевый мишка. Окей, ну начнем тогда, я включаю метатрейдер, так, я включаю метатрейдер, и мы начинаем, наверное, с фунта. Самое интересное сегодня как раз была новость, только не вижу, метатрейдер, да, вот он метатрейдер, так, напишите мне, если вы его видите, по идее, по идее, должны. Так, так, все, пошли плюсы, вижу, окей. Секундочку, я тут на другом экране тоже посмотрю, есть ли я, вижу ли я себя, чтобы все время у вас не спрашивать, вот я решил на другом мониторе посмотреть и параллельно видеть, что происходит. Секундочку, буквально настрою. Так, от LDM. Так, ну ладно, начнем. Фунт сегодня, как вы знаете, были данные, была отчетность, и, так, метатрейдер виден, да? Была отчетность, и по фунту, переключаемся, сейчас я переключу на фунт, по фунту у нас инфляция вышла в пределах ожидания, то есть 3% ждали на рынках, ровно 3% и получили, что, конечно, огорчило меня, как ведущего лайф, вот этих прямых эфиров. У нас каждая новость, важная новость, ВВП, ставки, минутки сопровождаются тем, что мы на 15 минут включаем прямой эфир и рассказываем о том, что показываем, рассказываем о том, что происходит. Так вот, сегодня у нас был прямой эфир, и опять, уже в третий раз, ровно, аккурат, в пределах прогнозов вышли данные, и мы не смогли увидеть какое-то сильное движение. Но ничего, бывает, это не повод расстраиваться, если даже все абсолютно новости будут выходить такими вот скучными, мы все равно для вас будем делать прямые эфиры. Многие писали, что это очень интересный проект, нравится им. Пускай кто-то не может смотреть днем, например, сегодняшний прямой эфир был в 11.30, потому что инфляция по Британии выходила именно в это время. Остальные обычно вечером, но он фармой, ставки, минутки, все это вечером. Так вот, что было сегодня? Рынки ждали 3% инфляции, в прошлый раз было 2,9, где же фунт? Вот он фунт, в прошлый раз было 2,9, и цифры вышли ровно 3 в пределах ожидания рынок, в моменте, даже часовой график, включу вам, покажу, в моменте немного ушел вверх, это было несколько часов назад, по-моему, или вот эта вот свеча была, в моменте подергался и упал с 1,32, там с чем-то, а вниз даже 15 минутка лучше покажет, наверное. Да, вот похоже, что вот этот шип был, какой-то рывок, попытка уйти вверх, и оттуда сильно упали вниз. Мы говорили в прямом эфире, что, в общем-то, фунт хорош для покупок. Где-то здесь на касании линии, давайте посмотрим, где касание линии, уже не увидишь эту линию, может быть, она была вот здесь, вот, вот, нет, вот, наверное, она была вот такой, вот такой какой-то была, наверное. Но она уже не актуальна. Скорее всего, если кто-то ловит фунт, еще немного подождать, и вот уже более глобальная линия, смарта, трендовый вот этот вот восходящий канал, ну, канал, не канал, не могу сказать, не очень похоже, что именно канал, восходящая трендовая линия, вот это можно немножечко сделать не очень ярким, потому что часто жирные линии немножко путают, не дают понять, что важно, что нет. Сейчас я сделаю менее жирный, чтобы не видно было. И вот этот уровень даже можно убрать. Убрать. Ну, вот все, что мы видим. Есть восходящий канал, есть сильный уровень поддержки 1.28, от которого мы оттолкнулись и на новые максимумы шли. Мы об этом уже говорили. Говорили, что если будет коррекция, где-то там можно ловить. Очень давно это было. Все в YouTube есть, можете посмотреть. И вот сейчас хорошая коррекция можно ловить. Повторно нам дали еще раз эту коррекцию. Давайте так договоримся. Значит, мы не знаем. Да, в общем-то, там глава Банка Англии, еще пара новостей. В прошлый раз, например, Тереза Мэй испортила все. В прошлый раз тоже все так хорошо начиналось, но говорят, это было худшее выступление Терезы Мэй. Ни о чем. Ей даже вручили чуть ли не Оскар за худшее выступление. Что я хочу сказать? Все, что угодно может происходить в моменте. Но у нас вебинар посвящен фундаментальному анализу, поэтому давайте с этой точки зрения рассматривать все процессы, потому что техника у каждого своя. У меня классика. Иногда осцилляторы. У кого-то волны, у кого-то еще что-то. Техника у всех своя, а фундаментальный анализ, его трактовка плюс-минус, более-менее универсальная, что ли, она одинаковая. Ее можно к какому-то общему знаменателю привести. Хотя тоже, конечно, спорно. Ну вот, к примеру, давайте порассуждаем. 3% инфляции в Великобритании. Много это или мало? Как минимум, это больше, чем в Европе. Так, однозначно это больше, чем в Европе. Это больше, чем в США. Темпы роста этого ВВП, этой инфляции, тоже впечатляют, потому что выше 3% особо-то и не было. Ну, может быть, там 3,1, не помню. Вот 2,2 начиналось. Вообще начался 1,9, 2,2, 2,6, 2,9. И вот сейчас мы дошли до 3% инфляции. Выше особо, по-моему, не было. Даже для Банка Англии это сюрприз. Они говорили о 2,7, а 2,8, ближе к осени, по-моему, говорили, что такое может случиться. А вот у нас даже уже 3%. То есть мы понимаем, что ФРС пошел на повышение ставки при более низкой инфляции. Уже какой-то упредительный удар предупредил экономику, рост цен. А Банк Англии пока этого не сделал. Понятно, что есть и другие причины, субъективные. К примеру, в Штатах не было Brexit, в Штатах не было распуска парламента вот в таком виде, хотя он, конечно же, против Brexit. То есть есть какие-то нюансы, субъективные факторы, которые не делают ситуацию на фунте такой же, как на американском долларе. Но и тем не менее, самая высокая инфляция из этих трех центральных банков, регионов, самая высокая вероятность повышения ставки. Ставка все еще не повышена. Даже в еврозоне об этом говорят. Значит, получается, фундаментально, сам Бог велел Банку Англии все-таки пойти на это повышение. И, наверное, это будет все-таки неожиданно, чем ожидаемо. Потому что, не знаю, вот, Наиле, скажите, пожалуйста, если вы слушали выступление Марка Карми, я просто пропустил, у меня другие рынки открывались. У меня вчера, знаете, Netflix отчитался, сегодня Harley Davidson. Очень много было отчетов интересных. Goldman Sachs, там Morgan Stanley был или будет. Очень много интересных компаний отчитывались. Поэтому я вот весь день ставил опционные ордера, работал, торговал, изучал, смотрел премаркеты. Вчерашние афтермаркеты я уже видел. Если кто знает, что сказал Марк Карми, я просто не успел это обсудить. Ну, может, еще потому что давно я фунтом не занимаюсь вот в том смысле, что на опционах, на опционных биржах не делаю заготовочки. Там такая ликвидность упала на опционах, что я вообще не понимаю, что происходит. Раньше так хорошо было на фунте просто высокая волатильность, хоть подавать до дальней страйки. Вот если сейчас 1.32, небольшой был бы всплеск вверх, я бы мог, наверное, продать мартовский, там, я не знаю, 1.55. 55 фру, может, 1.50, 45, вот что-то такое точно ушло бы на этой волатильности. Итак, что мы можем сделать? Мы только понимаем то, что фунт вполне вероятно все еще покажет рост, а пока аккуратненько, вот сегодня, наверное, уже стоп-лосс пролетел, мы говорили о 32, уже ниже, аккуратненько покупаем с небольшими стопами, там, по 30-40, у кого сколько получится, теряем, или же уменьшаем сайз, ну, я бы так делал, если бы на спорте торговал, уменьшаем сайз, хотели купить поллота, берите 0.1, чуть ниже еще 0.1, но это не усреднение, не путайте, вы просто делите лот на несколько частей, не добавляетесь к тому, что вам разрешено и выше нельзя, а делите лот на несколько частей, вот мне кажется, субъективно, фундаментально, фунт может все еще показать хороший рост, потому что вот такая ситуация, о которой мы говорили. Идем дальше, у нас не так много времени, может быть, мы как-нибудь фунту посвятим целый вебинар, много там интересного наблюдается. По австралийцу у нас, кстати, хорошо сработало, в прошлый раз кто-то подсказал, что хороший бай можно сделать, мы еще сказали, что можно все-таки от касания линий, если дадут, ну, не совсем коснулось, но очень близко к тому. На Уикли получается очень интересная картина, вот такой треугольник, это, кстати, Уикли, это очень важно, это важнее, чем даже Дейли глобально, если смотреть, вырисовывается вот такая фигура, то есть, если будут валить доллар снова, и австралийцы окажутся вот в топ валютах, которые против доллара могут вырасти, то вот хорошая картинка, хорошая точка входа наблюдается, вот плюс-минус 100-150 пунктов. Ну, вот Виллиус пишет, что обвал фунтай начался во время выступления Карни, ну, да, мы об этом сказали, я хоть за этим не следил. Кстати, Блумберг каким-то предательским образом не стал это показывать, обычно они делают, но по ЕЦБ у них всегда есть прямой эфир. Ну, вот сейчас я вижу Трамп в Греции, Трамп в Греции, нет, Трамп общается с премьер-министром Греции, он не в Греции, он в Штатах. Я не знаю, насколько это важно, встреча Трампа и премьер-министра маленькой страны мало что решающий. Может быть, только потому, что Греция в сторону России смотрит, и тут могут быть акценты расставлены, приоритеты расставлены, только с этой точки зрения, но рынкам это мало интересно. Окей, идем дальше. Что у нас еще тут есть? Так, это у нас ИБЭКС, после каталанского референдума немного припал, сейчас ждет каких-то драйверов, непонятно, что будет дальше. Наверное, все-таки понятно, такой жесткий, кровавый сценарий все-таки хорошо бы не формировался ни разу. Но вот пока ИБЭКС стоит на месте 10 230. Это у нас был парный трейдинг, мы еще об этом поговорим. Тесла, помните, мы говорили, что пробила какой-то очень важный уровень, шарти, не шарти, но хорошая точка для входа. Как только начнется заварушка, как только медведи придут на рынок, у Теслы все шансы хорошей стрелой уйти вниз в район 300. Но вот пока она под этой линией стоит, такая консолидация, ни туда, ни сюда, коллы, путы подешевели, выгодная мне ситуация. Но вот я бы сейчас откупал путы, и я так и сделал, частично откупил, чтобы в случае ухода вниз у меня внизу было все чисто, и я мог с нуля продавать просто дорого, очень дорого путы. Я все-таки вижу Теслу неплохой компанией, разве что вопрос цены, сколько она стоит и выдержит ли она ту конкуренцию с такой рентабельностью. А так, в общем-то, как и Амазон. Ни копейки прибыли, сплошной рост. Вы добавляете какие-то комментарии, потому что мое мнение, оно абсолютно субъективное, как трейдера, который управляет через совсем другие конструкции, и можно на одном и том же рынке видеть две разные ситуации, хотя быть одинаково быком, но видеть две разные ситуации. Для кого-то это все еще дорого, но он правда бык, купил бы дешевле, а для кого-то это дешево, нужно брать прямо сейчас. То есть, у него быки, но вопрос цены, по какой цене они хотели бы зайти. Дальше идем, у меня тут стандартный набор, но здесь все понятно. Да, S&P новые максимумы дают. Кстати, сегодня Dow Jones показал новый исторический уровень 23000. Игорь пишет, что по Тесле не понял. Не могу сказать шорт или лонг, но скорее всего мы пробили восходящий трендовый канал, и при малейшей возможности Тесла хорошенько может просесть. То есть, если вы давно хотите зашортить, то сейчас какие-то высматриваются уровни. Сейчас я еще раз открою. Высматриваются уровни, видите, мы пробили восходящий долгосрочный канал с ноября 2016 года, уже год этот канал формируется. Нельзя сказать, что цена его не видит, рынок его не видит, этот канал не видит, потому что видите, касание соединили, третье касание, четвертое, пятое, даже два дня здесь было, шестое пробили, обратно захотели зайти и не смогли. То есть, эту линию рынок видит. Насколько дальше он с ней будет работать, мы не знаем, но пока наверняка для большинства, для многих трейдеров это служит какой-то такой барьерной линией, лакмусовой бумажкой, и от нее будут отталкиваться. Конечно, мы можем получить массу позитивных, но вот Андрею не нравится технический анализ, или к чему он это? По Австралии банки максимальной продажи я бы сейчас точно не покупал. Окей, Максим, тут я даже не смогу прокомментировать, то есть, вы имеете ввиду, что они австралийский доллар закупились настолько, что уже больше некому покупать, и дальше рост австралийского... А, я понял, вот это по commitment of traders, отчету по коту. Окей, ну вот, батл совсем всех испортил. Андрей, я думал, у нас уже другое поколение. Вот я принципиально этот второй батл не смотрел. Мне после гнойного хватило уже тошноты и расстройства. Пришлось смотреть интервью Ходорковского, чтобы как-то после интервью с гнойным немножко кислотно-щелочной баланс в мозгах переправить. Просто это было ужасно. Это было ужасно. Неужели эти люди-звезды 26 миллионов просмотров? Я не про сам батл, я не про сам хип-хоп и рэп. Я тоже на нем вырос, но вот этот человек давал интервью, мне казалось, что это какое-то издевательство. Пришлось пересмотреть интервью Ходорковского, чтобы хоть как-то немножечко прийти в себя. Так, окей, батл-баттл, обойдем дальше. Я надеюсь, смог объяснить Игорю, что я имел в виду, что скорее похоже на шорт, но не спешите, мы можем вот эту линию постоянно тестировать и вплоть до максимумов тестировать эту линию. Это же не значит, что каждое следующее касание это в общем-то все последнее. Мы можем постоянно касаться, отходить, снова касаться. Да, я хотел посмотреть отчет по Тесле, когда будет, потому что до отчета лучше особо ничего не делать. Я пишу сюда Тесла в Инвизе и получаю 25 октября. Следующая среда после закрытия рынка, после закрытия рынка у нас будет отчет по Тесле, так что будьте осторожны, может быть даже до отчета лучше ничего не делать, потому что сами понимаете почему. Так, окей, ну в этом смысле опционочку легче, правда у меня уже по уши я в позициях разных, на этой отчет все что-то сделать. Кстати, скажу о своей позиции и покажу свой счет. Я все время показываю, давайте маленький перерывчик сделаем, я переключусь на браузер и покажу свой счет. Мы пробили, вот тут уже дизайн изменился, вы помните, другой у меня был дизайн, потому что сменился брокер, то есть он даже не сменился, были Option Express и Charles Schwab, Charles Schwab самый старый брокер дисконтный, он купил Option Express несколько лет назад и сейчас они поменяли платформу полностью и перевели на Charles Schwab, просто Option Express больше не существует, ни как там бренда, ни как платформы, ни в каком виде не существует. И вот у нас счет снова 153, было 159 на пике, правда я это не заметил, клиент мне сказал, что он видел было в моменте 153, пока держимся, 159 было, пока держимся 153, но уже хорошо, будем считать, что 150 как такой своего рода уровень поддержки. Терминал, конечно, стал хуже, все стало намного хуже, мне не нравится, может привыкнуть надо, но вот все стало хуже, чем я ожидал. какого числа что, Игорь, 25-го отчет Тесла, 25-го после закрытия рынка, вот закроется рынок, после него дадут цифры, и мы 26-го уже на бирже увидим. На Aftermarket можно будет увидеть вбиваете finance.yahoo.com и там Aftermarket видим, и Pre-Market, и After, то есть после закрытия большинство акций торгуются уже на крупных пакетах между крупными банками, вот это и есть Aftermarket, но мы не можем торговать, мы просто видим котировки. Так, хорошо. Да, вернемся к MetaTrader. Так, сделали перерывчик. Что у нас еще есть? Это мы видели, S&P тоже, ну не дал новый максимум, только Dow Jones сегодня дал максимум, 23 тысячи коснулся. Золото в таком боковике, что делать особо нечего, если мы эту красную линию восходящую еще раз пробьем, ну может быть тогда что-то будет, а пока ничего. Нефть показывает, мне кажется, двойную вершину. Очень похоже на то, на иракских новостях, вы знаете, Сирия в Киркуке, тьфу, Сирия, опять Сирия, Ирак, и курды в Киркуке были, столкновения, ну такие небольшие военные действия, это нефтеносный район, собственно, из-за этого там и были столкновения, позавчера, и нефть немножко выросла в цене. Плюс там Трамп и Иран, еще что-то вышки сократились на несколько штук, так что было несколько сразу событий, которые взвинтили цены на нефть до 52 с чем-то. Похоже на двойную вершину, посмотрим, чем это закончится. Если вы медведи хотели давным-давно зашортить, как раз для стопа есть хорошее место. Но учтите, такие события происходили на этих днях, что они не исчерпали себя, возможно, они могут продолжиться, и военные действия в Киркуке могут снова возобновиться, и Трамп может отжечь по Ирану, жесткой фразой, и даже количество буровых в пятницу может снова упасть. Я уже не говорю про запасы, которые на этой неделе выйдут. Поэтому очень много новостей. На свой страх и риск, если вы медведь, то исторически или локально достаточно высокие цены, стоп-лосс тоже ясен, можно делать. Если вы бык, ждите каких-то хороших уровней, там 50 или 48, несколько станций будет, возможно, там и дадут. Наиль говорит, что GBP на ZD. Он у нас был, я его пропустил. Ну, давайте вернемся. Или это был GBP-CAD? Нет, это был на ZD-CAD даже. Это был. Я кроссами не занимаюсь. Ну, давайте посмотрим техническую картину. Может быть, что-то мне будет ясно, и сообща, что-то обсудим. GBP на ZD. Если бы я его еще нашел, вот где-то здесь GBP-CHAF, GBP на ZD вижу 1.83. Ну, вот, как обычно, открываю новый график, сразу иду на weekly, можно, конечно, и на monthly, но там делать нечего, толку мало от слишком широкого графика. Что я вижу, вот фунт упал ко всем и к новозеландцу. Лучше на daily перейду. Тройная вершина хорошая. Хорошая фигура здесь формируется. Такая классическая, что ли. С уровнем поддержки хорошим. В районе 1.83.50 где-то. Я думаю, что если мы пробьем вот эту линию, очень даже можем уйти вниз. По GBP на ZD. Но это так. Я эту пару вообще впервые вижу за последние, наверное, много-много лет. Да, действительно, тройная вершина. Сразу три раза. Причем практически без особых погрешностей. Небольшие тени оставляли. И здесь внизу. Только один раз не дошли. Вот сейчас дошли. Очень хороший канал. Для любителей торговать внутри канала хорошая возможность. Но учтите, чем дальше мы касаемся верхней или нижней линии, тем выше вероятность его пробоя. Но вечно мы не будем в канале оставаться. Обычно, кстати, открою вам секрет. Большинство клиентов дилинговых, так их назовем, форекс-брокеров, крупных, мелких, неважно, но именно ритейловых, а не какие-то межбанкские крупные игроки, ритейловых, они как раз зарабатывают, как вы думаете, когда? Когда тренды сильные, или когда пила? Только не спешите с ответом. Вот именно на валютном рынке из моих наблюдений, а я дилером работал несколько раз, несколько лет в форекс, у форекс-брокера, где трейдеры, большей частью мелкие, зарабатывают. Пила или тренды? Давайте 5-6 версий услышим, и потом я скажу. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, еще кто-нибудь скажите. Женщины молчат. Ну, Андрей вообще оригинально сказал, на трендах внутри канала, ну, и то, и то, да? И тот ответ подходит на трендах и внутри канала. Нет, это хитро, Андрей. Вот, на сильном движении вверх или вниз, или когда движение больше боковое. Так, флэт Оксана, Иван, кто еще был у нас? Виллиус, тоже сказал, ну, Максим, будем считать, консолидация, это и есть. Боковик, коррекция, Виктор, Михаил, Игорь, и вот, второй Игорь сказал, что нет тренда. Несколько человек сказал тренда. Во флэте, ребята, во флэте, к сожалению, это, конечно, противоречит логике. Казалось бы, вот он тренд, ждали, вам дали тренд. Да, берем, кто-то возьмет 10% тренда, тоже молодцы, там, иногда бывают тренды 12 тысяч пунктов, ну, хорошо, 10% это 1200 пунктов, на одном лоте это 12 тысяч. Кто-то возьмет 30% от этого движения, прекрасно, треть движения взял, стоп, потому что никто не взял, скорее всего. банк, хедж-фонд, спекулянт, ритейл, не важно. Я не верю, чтобы кто-то часто, или более чем один раз, случайно, если считается, взял бы весь тренд, от и до, даже 90, даже 80%, это бывает один раз, случайно. Так что, если вы каждый раз берете треть тренда, просто это лучшие трейдеры года. 10% тоже неплохо, исторически. Так вот, к сожалению, в трендах люди выходят рано и сразу начинают контртрендить. Они считают, что если мы вышли, купили по 100, вышли на 112, очень много взяли, а цена, допустим, уйдет через год до 200, то уже все, тренд исчерпал психологически, я же вышел, ну вот сколько уже выросли, дальше уже некуда, и начинает уже контртрендить. Что стоит, что следует делать в такой ситуации? Мы не знаем, до кода дойдет. Если уж вышли, просто закрыть экран, выключить монитор, вот этот график, фунт, еще что-то, не важно, на чем вы заработаете, и забыть о нем. Вы уже взяли свое. Или заходите снова, тренд тот же, на коррекция, это более логичное поведение, но контртрендить ни в коем случае. Так вот, большинство контртрендит. Вы, наверное, удивитесь, но именно так и происходит. Может кто-то узнает себя, но вот из того, что я видел, а как только пила, по чуть-чуть, взяли тут 50 пунктов, развернулись, а он действительно пошел вниз, еще 70 пунктов ему дали заработать, там еще одна линия поддержки, спокойная такая торговля, вверх-вверх-вверх-вверх, и вот он взял, допустим, сотню, вторую, третью пунктов. Но как только начался тренд на тысячу пунктов, он все это отдал. К сожалению, вот так происходит. Хорошо, давайте тогда продвинемся. Вот тут как раз сейчас такая ситуация. Боковик, можно еще несколько раз на этом боковике поднять вверх-вниз, но учтите, как только вы пробиваете эти линии, серьезно пробиваете, закрываетесь ниже, пытаетесь уйти, уйти, то закрываетесь, выходите, я бы даже сказал, переворачивайтесь уже со стопом вот здесь. Ну, всегда может быть, конечно, грязно, всегда может быть грязное исполнение, но по крайней мере мы понимаем, что такой канал на Дели, конечно, это всего лишь какие-то два месяца, но вот на четырехчасовых это более широкий там фрэм. S&P было, GOG было, нефть была, бренд такая же практически картина. Кстати, о нефти, о спреде. Давайте посмотрим на спред, он сужается, но потом быстро сразу же расширяется. Смотрите, 57.87, 51.65, ну, допустим, 51.80, если было, 6 долларов. Он доходил до 8. Вот парный трейдинг в четверг будет у нас вебинар, там как раз будем об этом говорить. Даже 6 много, исторически, даже 6 очень много, но будем считать, что неплохая точка для входа, если будет чуть выше 6,5-7, я бы снова заходил. Исторически бренды WTI торговались очень долгое время между 1 и 3, 3,5-4. То, что было недавно 8, это просто очень-очень-очень много. Я уже давно не слежу. Вот у меня есть программа Think of Swim, я ее здесь покажу, мы ее будем делиться. У нас уже на курсе по парному трейдингу будет весь инструментал, я буду все рассказывать, объяснять. Даже мне, видавшему виды, торговавшему на очень большом количестве инструментов и видавшему разные стратегии, ну, кроме таких, как HFT, там, какие-то роботы, алгоритмы, это все-таки немножечко не мое, я такой типичный рыночник, мне нравится принимать решения самому. Я бы не отказался, конечно, от хорошего алгоритма, мы даже писали робот, он у меня даже есть, программа целая, несколько тысяч потратили только на написание, но вот нужды в нем нет, вы видите, мой счет стабильно растет, еще в мае было там 107, и вот уже полгода даже не прошло, 5 месяцев уже 153. Да, Игорь, сейчас и до газа дойдем, хотя я знаю, что там тоже ничего интересного нет. Евро, вот немножечко на евро остановимся, рисует хорошую фигуру голова и плечи, ну, просто идеальный, если мы дойдем снова до 1.16, более идеальной головы и плечи я не видел давно, прям вот классика жанра, даже 3 головы, тройная вершина, хорошая фигура разворота, еще если и голова, и плечо второе разрисуется, будет вырисовываться в район 1.16, 70, то самое время говорить о том, что возможно мы пролетим куда-нибудь вниз. Ну, давайте сильно не рассчитывать, вот эта величина 1.16, 1.21, 400-450 пунктов, пускай на нее и улетим, вот отсюда куда-нибудь там на 1.13, на 1.12, вот сюда, но я бы вышел уже на 1.13, 1.13, 50, может быть 1.14, от греха подальше взяли хорошую дистанцию и вышли, там можно еще раз зайти, но следим за этим, кстати, вот 26 числа будет у нас заседание ЕЦБ, Марио Драги обещал, просто гарантировал, что положит на стол решение, даст нам знать о решениях будущих, какие это будут решения он не сказал, но он сказал, что большая часть решений будет в октябре, так что 26 числа у нас прямой эфир, наверное, самый важный, я включу в нескольких местах и Бумберг, и CNBC, и будем даже какие-то русскоязычные информационные агентства отслеживать, что они говорят, и самого Драги, так что будет интересно, приходите 26 октября, это будет еще целая у нас неделя и два дня, это очень важное событие, даже важнее, чем предыдущее заседание ФРС, хорошо, делать нечего, вы знаете, да, голова и плечи, как входить в голову и плечи, нигде попало, даже если вы думаете, что это голова и плечи, пока нет никакого подтверждения, что это именно так, потому что мы можем снова уйти на максимум и коснуться канала снизу вверх, и это будет целых 500 пунктов убытка, в голову и плечи входим исключительно после пробития уровня шеи, даже говорят, для тех, кто не уверен или первый опыт там работы с этой фигурой, лучше сделать, лучше сделать это после пробоя и повторного касания шеи, ну, может, конечно, не дойти, пробьем и улетим вниз, так тоже, может быть, пропустим, но если вы не уверены, по крайней мере, знаете, что пробили, повторно попытались зайти, куда стоп-слов ставить есть, он близок, вот эта линия есть ограничения между нижней частью и верхней, между стоп-лосом и с моментом входа в позицию, но будем считать, что он уверенно пробьет, закроется свеча здесь, сел, ставим чуть выше стоп-лос, все может быть ложно сработает, не сработает, абсолютно все может быть, но, по крайней мере, заходя по правилам, мы понимаем, что как-то увеличиваем свои шансы. Итак, газ, газ, где же он, это Apple, кстати, я сегодня читал очень нехороший отчет по Apple, очень нехороший отчет по 10-й версии, 10-й модели iPhone, большой-большой обзор, это был сайт, давайте я его напишу, вы там найдите, потому что, возможно, я статью не найду, VentureCapital.ru, он так переводится, VC.ru, VC.ru, или ком это было, давайте я проверю, ком или ру, потому что там все на русском, мне кажется, все-таки, да, VC.ru, это вот здесь было, на сайте VC.ru, буквально вот здесь, в ленте, Павел Дуров, Кремниевая долина, Google выпустила что-то, CarSharing, вот, времена, когда Apple не допускала ошибок, давно миновали, и вот журналист Джошуа Топольский критикует сегодняшний подход к дизайну Apple, но это всего лишь подход к дизайну, критикуют, учтите, что и это субъективное его мнение, но мне действительно приглянулось целый ряд факторов, которые он приводит, кажется, достаточно интересно, но, по крайней мере, шортить Apple я не буду, а вот десятую модель, наверное, с особой радостью приобретать не стал бы, присмотрелся бы, но, в общем, почитайте, это такие, так называемые, качественные методы анализа, не всегда же все количественное, да, цифры, P-ratio, T-to-equity, какие-то коэффициенты, мультипликаторы, не всегда так, иногда бывают и субъективные, качественные, не количество, а качественные методы оценки в виде вот такого вот обзора, а еще лучше, если вы поддержите в руках, поюзаете и поймете, что это ужас, ужас. Иногда, конечно, что-то новое кажется сначала ужасом, а потом привыкаешь. Но вот если прям ужас, ужас, тогда, значит, можно уже шортить, давно готовый, то, к тому, что наконец-то сделать коррекцию и торговаться не потенцией, высоким ценам. А пока все хорошо, пока все отлично, прибыли растут, коэффициенты хорошие, а каждая новая модель продается еще больше, чем раньше. пока нет причин говорить о том, что это все плохо. Microsoft новые рекорды показал, уже 77 долларов побил за акцию, в топ-5 самых дорогих компаний входит. А Boeing сегодня хороший гэп открыл. Я, кстати, стою не в шортах, а позиция моя скорее шортовая по Boeing. Если Boeing будет падать, мне это выгоднее намного, чем если он будет расти через опцион. Это вот единственное, рассказывала раньше моя такая ошибочная опционная стратегия. Скорее бы уже ноябрь, она бы истекла, и я бы ее разрулил. Пока я ее разруливаю, пока убытки небольшие. Было там 2000 с чем-то на позицию, это много для меня. Ну, счет там 110 тысяч, все равно это много для меня. Я снизил немного, сократил, зафиджировался, то есть мониторю все время позицию. Никогда не делаю так, что открыл и забыл. И, наконец, где же этот газ? Дисней, чего-то... Вот, газ, да. Как я говорил, я не вижу пока ничего, что можно сделать на газе. Более того, я вижу пилу. Может быть, мы двойную вершину увидим, но учтите, это всего лишь очень локальная двойная вершина. Ну, у меня проданы четвертые колы, 2,4 путы. Они все в шоколаде, хоть сейчас выкупаю, но я не буду, потому что пила, возможно, продолжится, и они совсем обнулятся. Я все деньги положу в карман, они 70-80%. Пока никаких сигналов не вижу. Может быть, на более краткосрочных таймфреймах, ну, вот все такое ломанное, немножечко сложно торговать. А вот на часовом даже тренд есть. Давайте посмотрим, насколько он тренд. Восходящий тренд какой-то появился на часовом. Очень-очень спекулятивно, как-то вот так. Двойную вершину попытались дать, да, развернулись. Грязно немножко получилось, но лучше так. Ну, вот что-то вырисовывается. Каждый сам пускай смотрит, я на часовых не спец. Вообще часовые для меня это уж очень-очень краткосрочно. Вот посмотрите, как на дейли, и даже на уикли, какой флет. Секундочку, я увеличу. Какой флет. Белая свеча черная, белая, черная, белая. Смотрите, сколько раз. Раз, два, три. И четыре раза уже подряд белая свеча сменяет черную. Это просто рай для акционщика, если он уже вошел в позицию и происходит вот такое. Для него это просто рай, просто подарок, просто находка. И Оксана пишет USDGPI. Сейчас мы дойдем и до нее, может даже мы прошли. Да, вот акции, кстати, Zara и MDTX, так называемые, пробили эту линию и пока стоят на месте, не знаю даже, ну, упали бы еще на 2 доллара. Вот там бы я, наверное, взял бы прямо вот сами акции. Но опять же, я вам говорил, надо снова пересматривать отчеты с тех пор, как мы разбирали эту бумагу. Прошло, наверное, уже год, может быть, минимум полгода. Все меняется, данные меняются. Я не думаю, конечно, что прямо все сети Stradivarius, Massimo, Duty, Zara вдруг перестали продавать так хорошо, расширять сети. Разве что вот каталанский кризис, может быть, немножечко помешает. Но у них экспансия очень большая, не большая, у них возможности экспансии большие, потому что 67% бизнеса – это Европа, из них там что-то 40%, это только Испания. То есть, если они чуть-чуть выйдут за пределы, там будет огромный рынок, огромная экспансия куда-нибудь в Америку, если, конечно, получится. Ну и вот USDGPY. Что я здесь вижу? Такой флажок нисходящий. Почему я сузил? Потому что, когда очень много флэта, немножко это раздражает, поэтому я вот так сужаю график, чтобы шум не видеть. Тут и так были ложные пробои. То есть, если цена вот так прилипла к этой линии, если она начнет ее пробивать, скорее всего, это случится тогда, когда по всем валютам доллар будет укрепляться, и евро пробьет голову и плечи, и USDGPY пробьет. Вот где-то здесь уже можно брать buy stop, так называемый, поставить, но аккуратно, не как ордер. И вот вам и стоп. То есть, получается неплохая такая дистанция между, допустим, buy stopом где-то вот здесь. В среднем давайте вот здесь. Купите здесь, усреднитесь тут и получится где-то здесь. И между стопом. Что у нас получилось? То есть, о-о-о, 143 пункта, многовато, я думал совсем мало. 143 пункта получилось. Неужели так много? Еще раз, подождите. Может это потому, что 5 пунктов, если вот здесь взять, 113, допустим, средняя получится у вас покупка. И да, все правильно, 130, 140 пунктов, стоп. Ну окей, что делать? Смотрите, если все-таки это пробой этого уровня, то потенциал аж 500 пунктов. Нет, если мы будем обратно в канале падать, то тоже потенциал целых 400 пунктов. Но пока вот подозрительно, подозрительно доллар где-то ждет. Ну, фундаментально давайте поговорим. К иене вопросов нет. Иена и ее центральный банк, и нет, Оксана, мы не проходили ее за 25, только сейчас зашли. Центральный банк Японии ничего интересного не сделает. Если там кабинет АБА опять не начнет массированно QE делать, навряд ли, конечно, прям что-то новое будет. Но пока в той стороне ничего нет. Что у нас есть, это по части доллара. ФРС, вы знаете, на одну ставку, на одно повышение в конце года пойдет. Это мы знаем с высокой вероятностью. Там 98% вероятности. Еще три повышения будет в 2018 году. Вот сейчас доллар ждет только от ФРС сигнала, что ли, насколько это будет быстро, насколько это будет оперативно. Потому что рынки все еще не верят. Я уже говорил в прошлый раз, уникальная ситуация. ФРС, хотел сказать русским языком, английским языком, черным по белому, а, кстати, выборы. Хорошо, когда в чате очень много трейдеров, которые следят еще и за геополитикой. В воскресенье в Японии еще и выборы. Я-то думал, они еще не скоро будут, к концу года, а вот уже здесь так быстро вылетит. Так что, да, вот вам еще один фактор. Но я бы держался, я бы подождал выборов и всего такого, потому что кто знает. У нас и Brexit научил, и Франк научил. Вроде в Японии не так часто бывают какие-то сюрпризы, но и тем не менее. Так вот, рынок не верит в то, что ФРС своими устами сказал всему рынку, рынок в это не сильно верит. Где-то вероятность 86%, где-то там под 60%, где-то даже 50%. То есть тот сценарий, одно повышение в этом году, три повышения в следующем, оно рынком перится, так скажем, оно рынком дисконтировано, текущие цены, только наполовину. А это означает, что если ФРС все-таки сделает то, что хочет сделать, то прямая дорога доллара именно вверх. При прочих равных условиях. Мы не знаем, какие будут другие условия, что будут еще на рынке происходить, но при прочих равных, именно так. ЕЦБ 26-го, Банк Англии, не помню когда, но тоже будет скоро. Так что будет много-много интересного до Рождества, до конца года. Я думаю, именно центральные банки нам дадут много пищи для размышления, много интересного. Кстати, сегодня у нас, или я уже об этом говорил, не помню, хронистическая партия Китая, Конгресс, вот этот раз в пять лет, который, как в Советском Союзе, было, Политбюро и все такое, съезд пленом, или как называлось, ЦК КПСС. Вот точно такое же у них. Я видел на Бунберге, где схему рисовали, кто вместо кого чего, кто выше, но как бы не вдавался в подробности. Если сюрпризов не будет, то это так себе новость. Наверное, а, картинки, наконец-то, мы дошли до конца. Давайте я уже включу вам файлы, которые копил, копил и коплю всю неделю, чтобы в конце недели вам показать. Что это за картинки? Это просто какие-то готовые уже графики, какие-то схемы, которые просто могут вам дать лишний бонус для понимания того, что происходит. Не обязательно, что здесь прям все рыночное, иногда здесь бывают даже по политике какие-то графики, но сегодня у нас все рыночное. Начнем с банального. Биткоин. Сейчас, секунду. Биткоин. Биткоин. Нет, не биткоин получился у нас. Сейчас. Начнем. Где же он? Ладно, начнем с того, что уже открыто. Вот у меня здесь есть график по поводу американских рынков автомобилей. Обратите внимание, как стабильно практически рос рынок продажи автомобилей. Это касается тех, кто торгует и Теслой, и Форд, и всеми остальными акциями. И как менялся график, резко, неожиданно были скачки. В прошлый раз это было, помните, в США была программа утилизации автомобилей. Приносишь старый, доплачиваешь, получаешь новый. В этот раз ураган Харви изменил ситуацию, так как очень много было утопленники, их называют, автомобилей, которые уже непригодны практически. Хотя говорят, мастера в Литве могут из них сделать что-то дельное, в кавычках. Но вот Харви снова повлиял на рост автомобилей, и уже рекордная цифра по продаже автомобилей. Давно такого не было, с 2008-2007 года, как минимум. А всего лишь виной тому это ураган Харви. Что еще у меня есть из картинок? Это так, для тех, кто торгует акциями автомобильных компаний, интересуется автомобильным рынком. Следующий график я покажу. Это будет что вы видите? Напишите, а то у меня одна картинка, а у вас другая. Вот у меня обратные выкупы. Покажите мне деньги, называется график. Что вы видите? Какой график? Сделка десятилетия. А вот сейчас видно ли? Покажите мне деньги. Отлично, все. Значит, здесь я до конца его не разбирал, давайте сами разберемся. Оранжевая линия индекса обратных выкупов. Что такое обратный выкуп? Компания выкупает свои же акции с биржи. Ну, допустим, IBM выходит на биржу, выкупает свои же акции, сажает на баланс. Buyback называется, или по-русски обратный выкуп. Здесь дивидендные компании, голубая линия. А это просто S&P. То есть, и дивидендные акции, и компании с обратным выкупом опережают рост S&P. Это странно, конечно, что дивидендные тоже туда попали с высокими дивидендами. Видимо, их просто покупают ради дивидендов. Но вот вам и хорошая идея. Посмотрите, с 2009 года от 1 именно эти две категории компаний опередили S&P на сколько здесь в процентах, надеюсь, 100. Да, S&P удвоился, а эти компании показали еще там на 50% или на четверть большую доходность в росте акций плюс дивиденды. Но тут написано, что перенормировано. Видимо, дивиденды тоже учли с учетом уже дивидендов. Хороший график. О чем это говорит? Что не стоит бояться дивидендных компаний, как это делает Баффет. Не стоит и наоборот очень даже неплохо себя ведут компании, которые делают обратные выкупы. То есть, вот есть такие компании, как Facebook делал свои же бумаги, выкупал, поэтому они растут. Вот Facebook берет свою прибыль и вместо того, чтобы на эту прибыль развиваться, что-то там сервера покупать, расширяться, тупо покупает акции с рынка своей же и сажает на баланс. Вот акции и растут. То есть, это явный признак вот этот график, явный индикатор того, что компании, делающие так и компании, платящие высокие дивиденды, они опережают все остальные компании в целом. То есть, это хорошие компании. А иногда говорят обратно. Иногда говорят, что дивидендные компании, они выплачивают дивиденды, из бизнеса отнимают деньги и акции не растут. А вот нет, растут. Дальше, что у нас еще тут есть? График. Сейчас я покажу. Один из нас strike wins. Вот, должно быть. впервые за долгие годы рынок показал бесперерывную, без перерыва 12, тут 11 написано, сейчас будет 12 уже, 12 месяцев роста, без единого разворота. Видите, последний раз такое было в 96-м, но мы обогнали. Кто помнит, мы на вебинарах прошлых об этом говорили, что один день был вот здесь, здесь было, когда мы об этом говорили, там, 203 в августе, и вот сейчас уже побили рекорд, обогнали. Хуже, в хорошем смысле, да, даже лучше было только в 60-м, в 59-м и в 54-м. также было 12 месяцев подряд СМП рос, без единого разворота. Вот вам и Эйпария. Те, кто хочет покупать, 100 раз подумайте, 100 раз взвесьте, может быть, стоп-лоссы и так далее, потому что 60 лет такого не было с 54-го года, даже больше, да, 60 лет получается, как минимум, такого не было. Вот, вот так, вот такой беспрецедентный рост на индексе СМП. Идем дальше, что еще я хотел вам показать? Я хотел вам показать, секунду, например, вот это. Как же это сделать, чтобы открылся именно этот график? Кредитный риск, да, из крайности в крайность. Правильно я вижу, что вы это видите? Кредитный риск из крайности в крайность. Да, окей. Это спред, разница между доходностью облигаций, у которых рейтинг BAA, то есть, ну, так себе рейтинг, ниже инвестиционного, наверное, и казначейские бумаги США с рейтингом AAA, то есть, самый высокий рейтинг, долг правительства США, надежнее уже ничего нет, ну, в Америке, и долг компании, у которых рейтинг, ну, не самый высокий. Когда этот рейтинг, этот спред, разница, когда она высокая, это говорит о том, что на рынке паника за облигацией компаний, просят просто большие доходности, чтобы их купить, иначе не интересно, иначе рискованно. И наоборот, казначейские бумаги очень дешево, низкую доходность дают, потому что это надежно. Все уходят, flight to safety называют, да, все уходят в качество. И когда на рынке все очень хорошо, инвесторы, у них эйфория, они не видят особо рисков, и говорят, ну, ничего страшного, если компании, даже рискованные на фоне казначейских бумаг, дают небольшую доходность, я бы взял, ничего страшного, недостаточно. Два процента сейчас отличают казначейскую бумагу США, госдолг США, ГКО, или как угодно называйте, хотя ГКО у русскоязычного человека, у постсоветского человека ассоциируется с не очень хорошими вещами, казначейскую бумагу США и корпоративную, рискованную, какую-то там американская компания, не обязательно Microsoft, да, BAA, такой низкий рейтинг у нее относительно, ее отличает два процента доходности, вот так, всего лишь два процента, то есть еще один индикатор того, что все в космосе, все вздулось, нет, это и может и дальше так продолжаться, но по крайней мере мы это можем фиксировать, к чему я эти картинки сегодня вам показываю, возможно вы этого не знали, не чувствовали, нигде это не показывают, ни по первому каналу, ни там на дожде, ни даже на Блунберге иногда, это нужно день и ночь смотреть Блунберг, чтобы вот именно эти тренды увидеть, все эти картинки увидеть. Еще один график, еще один график, я его вам покажу, нет, вот этот сейчас, вот этот, говорят, индекс евростокс 50, кстати, он должен быть у нас в терминале, по-моему, в интертрейдере, он сейчас дошел до очень важного уровня, с 99-го года такой нисходящий канал, линия сопротивления, трендовая такая линия, и вот ее пробивает, я не знаю, пробил или нет, потому что уже несколько дней евростокс 50 на одном и том же уровне стоит, вот как раз где-то он вот здесь сейчас, ни вверх, ни вниз, так что учтите, развернемся, ждем коррекции, пойдем выше, значит, пробили, и еще одна, не еще одна, еще три картинки у меня остались, одна интереснее другой, давайте начнем с самой скучной, самой скучной, нет, давайте начнем с той, с которой открылась у меня уже, смотрите, я тут вижу, вот что я тут вижу сейчас, гипотетически, если бы вы пропустили 10 самых худших дней в году, не купили бы акции, не покупали бы акции в 10 этих дней, ну, допустим, там 5 апреля обвал на 7% по СНП, 6 августа обвал на 3%, там 18 октября обвал на 2,9%, вот 10 топ самых худших дней, если взять, и в эти дни Бог вас спасет, я не знаю, вы случайно не нажмете buy, то всегда у вас была бы прибыль, можете себе представить, то есть, чтобы абсолютно всегда зарабатывать по, я не знаю, минимум здесь 7, от 7 до 59, до 77% в год, почти всегда двузначные цифры, и они 30, 88%, это же просто с 90-го года можно удесятирить, я не знаю, свой капитал, все эти сложные проценты, вот так вот зарабатывать в среднем по 30% в год, это просто, о, космические цифры, все, что для этого нужно, но это, конечно, почему я смеюсь, это же невозможно знать эти дни, но все же, здесь такая есть аналогия, нет, худшие здесь, лучшие здесь, это пропустить 10 худших, а вот здесь пропустить 10 лучших, то есть, если вы пропускаете 10 лучших дней, не факт, что вы в минусе, вот здесь есть плюс, годы, которые в плюсе, 2,5, 18, а если вы пропускаете 10, или я неправильно понимаю, подождите, да, это 2 столбца, пропустить 10 худших дней и пропустить 10 лучших дней, пропуская 10 лучших дней, вы можете все еще оставаться в плюсе, какие-то очень сильные трендовые годы, а пропустив 10 худших дней, вы будете всегда в плюсе, вот давайте такую торговую стратегию напишем, которая угадывает 10 худших дней, и в эти дни не покупает акции, ну и все, вот вам и профит, ну, выводов там много можно делать, что важнее, там плохой день пропустить, хороший, разные можно делать выводы, но вот эта статистика такая, и вот еще один график по ОПЕК, по ОПЕК, это изменение, что, сейчас скажу, year on year, как меняется предложение ОПЕК, так, общая, синяя, это вне ОПЕКовские страны, наращивают, видите, там с 16, с 17 наращивают, желтая, желтую берем, а голубая и синяя, смотрите, ОПЕК сокращает, голубая линия, миллионов баррелей в день, немножечко совсем, но он ОПЕК наращивает дикими большими темпами, и в целом, total supply вот такой, значит, если это 17, вот 4 квартала 17, 16, вот где-то вот здесь, это квартальный, да, я так понимаю, то есть хочу сказать, посмотрите, как сильно в последнее время выросло предложение от вне ОПЕКовских стран, это Штаты, там, да кто угодно, ну, Россия не увеличивала, хотя, кто знает, может увеличивала, помните, вы выступили, помните запись у Люкаев и Сечин, судебное, да, судебное, кстати, судебное разбирательство, включили, ну, вот, кто живет в России, точно, наверное, слыхал по новостям, кто читает относительно либеральные СМИ, тоже слыхал, там Сечин открыто сказал у Люкаеву, что мы, конечно, там что-то делаем, но не совсем то, что думает ОПЕК, то есть человек сам сказал, что мы не соблюдаем квоты, это не новости, в общем-то, если думаете, что другие страны соблюдали всю жизнь, нет, квоты не соблюдаются, вот в этот раз впервые какие-то страны арабские дисциплинированно соблюли, соблюдали квоты и очень следовали прямо вот пункт в пункт, не все, конечно, некоторые даже переборщили впервые, а вообще ОПЕК страдает вот отсутствием дисциплины, но вот и сейчас Россия, сказали одно, сделали другое, так что в этом списке может быть и Россия, иными словами, в любом случае, не входящие в ОПЕК страны наращивают, ОПЕК совсем немножечко сокращает, и общий баланс, он вот так в 2017 году был выше нуля, так скажем, профицит, окей, это то, что касается рынка нефти, и еще один график, вот, акции роста вошли в моду, да, вы это видите, акции роста вошли в моду, я так понимаю, у нас осталось буквально 2-3 графика, да, отлично, значит, тут у нас 2 индекса, индекс Russell 3000, это индекс 3000 компаний, я даже не знаю, в чем, в чем вот такое именно отличие, акции роста, акции стоимостные, ну ладно, пропустим это, потому что индекс Russell 3000, он такой большой, что, ну, всего-то на рынке 6-7 тысяч акций, и из них 3000 вот в этом индексе Russell, то есть самый-самый-самый широкий индекс акций роста, акции стоимостные, ну, то есть агрессивные акции, менее агрессивные акции, просто тоже еще один график, подтверждающий, насколько на рынке, как много на рынке эйфории. А следующий график у нас будет вот такой, хедж-фонды терпят убытки, это все с инсайдером взято, вообще-то источник Bloomberg, смотрите, вот, значит, что у нас, фонды, которые торгуют на макро, я как-то выступал в Риге, показывал, что фонды, которые торгуют макро, просто молодцы, они лучше всех, видите, здесь тоже, вот эта вот линия, это фонды, торгующие по макроэкономии, собственно, наш фундаментальный анализ, сегодняшний вебинар, тоже частично, не частично, а есть макро, вот они больше всех заработали, из всех, да, доходность у всех снижается, но вот именно макро заработали больше, глобальные фонды, тоже так же заработали, вот только сейчас обогнали все остальные, и фонды, которые покупают акции и хеджируют, то есть хеджирование фондовых позиций, ну, разные стратегии, допустим, покупка акций, покупка к ним путов, продажа колл, какой-то хедж, может, тупо вообще стоп-лоссы ставят, мы не знаем, и оранжевый, это, в общем-то, наверное, в среднем, в среднем абсолютная доходность, вот так, в последние годы, доходность, макро, например, она была вообще хорошей, снижается все больше, видите, макро все хуже и хуже работает, только в восьмом году, когда цикл развернулся, они угадали, встали в шарты, по полные уши, и вот хорошенько на этом заработали, восьмой, девятый год доходности, были просто дикие, если это в процентах, то 110-120%, а сейчас меньше, вот так, в общем-то, не все хедж-фонды зарабатывают, а что уж говорить о нас, и еще один график, уже предпоследний, много времени не буду вас отнимать, у нас сейчас с чем-то, сделка десятилетия, это банкротство, которое происходили, так, нет, прибыль от покупки акций интернет-провайдеров, и короткой продажи бумаг ипотечных, то есть, если покупать акции интернет-провайдеров, и продавать какие-то ипотечные, сберегательные компании, то вот так вот графика этой прибыли будет расти, я тут что хотел показать вам, что происходило вот за эти годы, какие банкротства происходили, я тут вижу сразу несколько, это вот Toys Air, компания, которая игрушки всякие выпускает в США, недавно совсем это было, дальше Borders, я не помню банкротства, и вот Washington Mutual было в 15-м году, совсем немного, то есть, все еще впереди, кредиты, а это Bitcoin, я не буду показывать, Bitcoin вы и без меня знаете много всего, а единственный график, который я покажу, это как растет долг корпоративный и долг некорпоративный, вот, посмотрите, S&P точно так же растет вместе с корпоративным долгом, сейчас я включу, вот, видите, не отстает корпоративный долг, в чем он, в триллионах, наверное, да, я здесь вижу цифру, 6,3, 6 триллионов, скорее всего, правая шкала, или нет, да, S&P черная, левая шкала, 2500, 2700, а правая шкала, корпоративный долг, и он приблизился, ну, тут написано 6 миллионов, наверное, это в миллионах, 6 триллионов, ну, не может быть корпоративный долг 6 миллионов, у самой мелкой, самой последней компании, из S&P, даже долг больше, это триллионы, и он точно так же растет, как растет S&P, то есть, нельзя сказать, что рост происходит без левериджа, без плеча, без закредитованности высокой, он сопровождается, один в один сопровождается с ростом левериджа, удвоился леверидж, вот с 9 года удвоились долги компании, с 3 до 6 триллионов, а S&P с того времени прибавил, аж утроился, даже рост компании опережает рост долгов, то есть, нельзя сказать, что это полностью из-за наращивания долга, нет, тут как раз долг имеет лишь 2 трети составляющей роста S&P. У меня все, у нас уже 21.51, я могу еще несколько часов говорить, много всего интересного у меня, но я продолжу заниматься рынком, кстати, продолжил смотреть сериал «Миллиарды», вот здесь у меня видите, вот это вот то, что «Миллиарды Биллианс», открыть сайт, где я смотрю его, что это за, HD Serials TV, наверное, сайт, ну, не реклама, просто я там смотрю, их полно вообще, их очень много, везде можно найти, первый сезон вот закончил, сейчас второй начну, очень советую, вот так он называется, «Биллианс», он есть на русском, «Биллианс» или на русском «Миллиарды», он как раз посвящен хедж-фондам, привет Андрею, сейчас скажу, Андрей М, особенно вам, отличный сериал, Юрий, я очень советую, классно снятый, обычно все сериалы такого рода, они страдают чем? У них много ошибок, ляпов, какие-то фразы, которые любому маломальски грамотному трейдеру кажутся как-то ерундой, ну, для домохозяек сняли, чтобы они понимали, а здесь все по-честному, все по-взрослому, борьба прокурора с хедж-фонд-менеджером, причем это реально прообраз, это не просто случайно вымышленный герой, есть такой хедж-фонд, это, наверное, даже собирательный образ Билла Экмена, Дэвида Эйнхорна, там еще кого-то, трех молодых агрессивных хедж-фонд, это вам не «Волкс Волл-стрит», это круче намного, «Волкс Волл-стрит» не про биржи, «Волкс Волл-стрит» про сейлс, про мошенников, про продающих, про надоедливых людей, которые звонят и продают все что угодно, то есть если бы в этом фильме говорили о пылесосах, как звонят и продают пылесосы, то фильм бы не поменял ни смысла, ничего, было бы то же самое, просто как этого парня, «Леонардо Де Капри» вместо акции «Продовало пылесоса», а этот сериал, там уже третий сезон идет, очень интересный, он про хедж-фонды, про рынки, вы будете его смотреть на одном дыхании, и он грамотный, там есть все, там есть абсолютно все, в общем, советую, всем советую, к концу года поделитесь, когда я все досмотрю, вы все досмотрите, поделимся, а пока все, всем хорошей недели, жду вас в четверг, еще раз, пожалуйста, зарегистрируйтесь на лебинар в четверг, у нас будет парный трейдинг, бесплатный абсолютно вебинар, мы будем говорить о стратегии, да, пейтрейдинга, очень интересной стратегии, работающей стратегии, я даже счет завел, специальный демо, чтобы с курса все сделки туда заводить, и в итоге посмотреть через полгода, год, что с этим будет происходить, пока в плюсе, пока в плюсе, ну, следующий раз покажу, могу сейчас показать, вот, 51,380, а было 50, так что пока мы в плюсе, окей, всем хорошего вечера, до свидания.